Миссия выполнима! Поступаем в Казанский федеральный университет. Нашествие шелкопрядов в Татарстане. Придут откуда не ждали солнечные ожоги. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Минувшей ночью в Казанском парке имени Горького состоялось памятное шествие свеча памяти. Мероприятие проводится ежегодно в День памяти и скорби 22 июня. Именно в этот день фашистская Германия совершила нападение на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. В мероприятии приняли участие студенты Казанского федерального университета. Приемная кампания в самом разгаре. В этот период важно расставить приоритеты и выбрать то направление, которое придется по душе. В этом году в Казанском федеральном университете был открыт ряд направлений. К примеру, архитектура и инженерия в Институте дизайна пространственных искусств или образовательная программа, связанная с робототехникой в Елабужском институте. О том, как проходит приемная кампания, расскажем далее. Приемная кампания в Казанском федеральном университете продолжается. На сегодняшний день более 500 абитуриентов подали заявление в высшее учебное заведение как в очном, так и в онлайн формате. По-прежнему ежегодно продолжает действовать стипендия ректора 100-бальник. Ребята, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, либо стали призерами или победителями перечневых олимпиад, либо стали победителями и призерами олимпиад Министерства образования, так называемых олимпиад предметных, имеют право на стипендию ректора. Это 100 тысяч, если они зачислены без вступительных испытаний, и 80 тысяч, если они получили 100 баллов по ЕГЭ, либо использовали свою олимпиаду как доначисление до наивысшего балла. В этом году в Елабужском институте Казанского федерального университета есть более 500 бюджетных мест. Абитуриентам доступно более 70 образовательных программ на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Открыли очень классное направление подготовки. Это мехатроника-работотехника. Причем открыли на очно-заочной форме обучения, что дает ребятам возможность и обучаться, и сразу пробовать свои новые знания на практике. Есть возможность работать в свободное от учебы время. В этом году в процесс подачи заявления были внесены некоторые изменения. Поэтому в Елабужском институте открыт центр, в котором специалисты приемной комиссии помогают правильно оформить документы. По давней традиции в Елабужском институте принято награждать первого абитуриента памятным подарком. В этот раз в подарок достался выпускнице Елабужского колледжа культуры и искусств Ренате Лонго. Мне сказали, что здесь есть направление декоративно-прикладного искусства, то есть дизайн. И я такая подумала сразу, почему бы не поступить. Вот уже как год готовлюсь, а очень активно. И надеюсь, что в этом году моя мечта сбудется, и я наконец-то поступлю в Елабужский институт Казанского федерального университета. Напомним, что с прошлого года в Елабужском институте КФУ функционирует и колледж. Абитуриентам доступны такие направления, как педагогика, юриспруденция, экономика, логистика и информатика. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. Серьезному нашествию шелкопряда подверглись десятки регионов в России. В числе пострадавших оказался и Татарстан. Внешне безобидная гусеница с каждым днем наносит все больше вред природе. Насколько губителен ее голод? Расскажем в сюжете. Менее чем за месяц гусеницы непарного шелкопряда уничтожили десятки гектаров леса, деревья, траву и кустарники. Опустошив большие территории, отправляются доедать дачные участки. Виновники, вредители сельского хозяйства, предпочитают видеть в своем привычном рационе лиственные породы. Очень любят многовековые дубы, липы и березы. Но голод, как говорится, не тетка, пирожка не поднесет. Тогда в еду идет все зеленое. Большие повреждения, насколько мне известно, были в Спасском, в Нурладском районе. Сейчас, правда, вспышка эта заканчивается ввиду того, что гусеницы уже подросли и начинают окукливаться. Но вообще ущерб нанесен лесному хозяйству достаточно большой. Очередная вспышка массового размножения непарного шелкопряда фиксируются не первый год. Различаются только регионы. Благоприятные условия, температурные режимы и хорошее питание могли привести к резкому росту численности насекомых и их распространению на большие расстояния. Кроме того, благодаря множеству волосков у гусениц их может переносить ветер на десятки километров. Как известно, птицы – помощники в борьбе с вредителями. Однако сейчас не тот случай. Проблема заключается в том, что его гусеницы покрыты очень длинными волосками, которые, в принципе, ядовитые. Поэтому птицы этих гусениц не едят. Та картина, которую мы наблюдаем сейчас – следствие очередной вспышки массового размножения непарного шелкопряда. Подобные появления бабочек в городах происходили в 1892 и в 1957 годах, когда даже стены московского Кремля были обложены кладками шелкопряда. Самый волнующий вопрос – с чем связано нашествие и о чем оно свидетельствует? В прошлом году и этой зимой, несмотря на то, что зима была суровая, вот, было у нас и 30 с лишним градусов в Казани, но, видимо, хорошо произошла зимовка благоприятно, и, в общем-то, все поколение отложенных яиц, оно выжило. Несмотря на весь масштаб потерь, эксперты отмечают, что при поедании листьев гусеницами непарного шелкопряда деревья повторно распускают листья в том же году. Риск усыхания и гибели лесных насаждений возникает только при объедании листвы на протяжении двух-трех лет подряд. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Нет никаких сомнений в том, что лето – прекрасное время года для прогулок на свежем воздухе или похода на пляж. Однако не все знают, насколько опасными для кожи и глаз могут быть ультрафиолетовые лучи. О том, что же такое солнечные ожоги и как обезопасить себя от их последствий, расскажем в следующем сюжете. Из года в год самым распространенным недугом летнего времени становятся солнечные ожоги. Это повреждение кожи и слизистых оболочек при чрезмерном воздействии ультрафиолетового излучения. Вопреки расхожему мнению, получить ожог можно не только на пляже, но и при самой обычной прогулке на свежем воздухе. Сами солнечные ожоги можно разделить на три категории – легкой, средней и тяжелой степени. Они различаются по силе болезненных ощущений, а также по площади повреждения. На коже по глубине воздействия, по тяжести три стадии бывают. Значит, легкое повреждение кожи, легкий ожог кожи, средне тяжелый ожог кожи и тяжелый ожог кожи. Легкие степени солнечные ожоги себя представляют с легкими воспалительными реакциями. То есть, может быть, покраснение зуд в ограниченном участке. При этом общее состояние обычно не нарушается. Средняя степень тяжести повреждает не только верхний слой кожи, а и глубинный слой кожи. Не стоит забывать и про глаза, ведь воздействие солнечного света может негативно сказаться на зрении и привести к более серьезным последствиям, чем просто небольшое покраснение. Если глаза подвергаются сильному воздействию солнечного света без защиты слишком долго, ультрафиолетовые лучи могут вызвать ожог роговицы, конъюнктивы и привести к снижению зрения на несколько часов. Также длительное пребывание на солнце может увеличить риск развития катаракты и злокачественных новообразований. Есть ультрафиолетовое излучение, которое мы никак ощутить не можем, но именно этот спектр обладает наиболее повреждающим действием. И когда человек долго находится на свежем воздухе, под ярким солнцем, он получает определенную дозу облучения. При этом, придя домой, возможно, даже только через несколько часов, он вдруг понимает, что начинают краснеть веки, слезятся глаза, выраженные слезотечения, светобоязнь, что вот получили мы ожог от пребывания на солнце. К сожалению, нет способа, который поможет полностью защититься от солнечных ожогов, не прерывая при этом отдых на природе. Однако существуют разные приемы, чтобы свести к минимуму возможность их появления. Врачи советуют не загорать дольше 15 минут в день, а при нахождении под воздействием прямых солнечных лучей всегда использовать солнцезащитные средства с СПФ-защитой. Также не стоит находиться на улице в промежутке с 12 до 16 часов, ведь солнце в это время наиболее активно, а во время жары нужно стараться носить закрытую одежду из хлопка. Перед выходом на улице желательно наносить шляпи с широкими полями, закрытые одежды носить, особенно если первый, второй, третий фототип кожи. Выбирать правильный солнцезащитный крем. Если принимал человек мочегонные средства либо антибиотики, лучше долго не находиться под солнцем, потому что они повышают чувствительность солнечного луча. И за 30 минут до выхода на улице надо наносить солнцезащитный крем, чтобы на коже образовался солнцезащитный слой. Что касается глаз, то здесь тоже есть свои особенности. Самое важное правило, которое поможет не стать жертвой солнца, нужно правильно подбирать солнцезащитные очки, на которых есть надпись UV400 или защита от ультрафиолетовых лучей на 100%. Уровень затемнения или цвет совсем не указывают на уровень прочности ультрафиолетовой защиты. По-настоящему определить ее степень поможет только специальный прибор, который находится практически в любом магазине оптики. Важно помнить, что ультрафиолетовые лучи проходят сквозь облака, поэтому очками лучше пользоваться и в пасмурные дни. Кроме того, не стоит смотреть прямо на солнце. Это может привести к ожогу сетчатки и повреждению слоя светочувствительных клеток, необходимых для центрального зрения. В некоторых случаях снижение зрения может быть необратимым. Не рекомендуется садиться за руль без солнцезащитных очков, ведь автомобильные стекла не защищают от ультрафиолетового излучения. Прежде всего, конечно, это защитить глаза от яркого света. Это шляпы с широкими полями, это кемки с козырьками. Если мы где-то отдыхаем, пусть нужно обязательно тент, потому что многие почему-то считают, если облако пришло и закрыло солнце, ультрафиолетовый точно так же идет, в таких же розировках. То есть у нас облака не менее спасают нас. Прекрасно можно загорать и обгорать в такой полночной погоде. И, конечно, это специальные солнцезащитные очки с ультрафиолетовой защитой. Очень важно помнить о том, как действовать, если на коже начали появляться первые признаки солнечного ожога. Лечение проводится преимущественно в домашних условиях и собственными силами. При ожоге от солнца в первую очередь необходимо уменьшить симптомы его проявления. Можно принять прохладную ванну или сделать холодные компрессы. Поврежденный участок кожи необходимо увлажнить. Можно использовать сок алоэ. Он смягчает кожу и уменьшает воспаление. Хорошо зарекомендовали себя мази и кремы с пантенолом. Они снимают воспаление и способствуют восстановлению кожи. Снизить болевые ощущения помогут нестероидные противовоспалительные препараты. Не стоит забывать про воду. Ее нужно пить в больших количествах. Это поможет клеткам кожи быстрее восстановиться. Ни в коем случае не стоит мазать место ожога сметаной или кефиром. При ожоге легкой и средней степени это в лучшем случае не вызовет никаких улучшений, а при тяжелой может способствовать ухудшению состояния. В любом случае, если ожог наступил, надо уйти с места расположения, то есть переходить на более прохладное место, где нет солнечных лучей. И можно делать прохладные примочки, либо принимать прохладный душ. Если можно наносить на кожу крема типа пантенол, который не содержит масел и спиртосодержащие, которые перегревают кожу. Если общее состояние нарушено, недомогание чувствуется, можно принимать противовоспалительный препарат. Что касается глаз, то после воздействия на них ультрафиолетового излучения могут возникнуть неприятные ощущения. Если в случае ожога кожи можно предпринять меры и не обращаться к врачу, то здесь важно понимать, что халатное отношение к проблемам со зрением может привести к его частичной потере. Именно поэтому при первых признаках недомогания следует незамедлительно отправиться в больницу. Ну, дома что можно? Понятно, если нет пузырей на коже, хотя бы холодный компресс приложить, промыть с раствором ромашки, чай немножко успокоить. Но, говорю, если там роговица затронута, боли очень сильные, то есть выпить даже обезболивающее. И так же, как при ожогах есть для кожи мазь с декспантенолом, у нас тоже для глаз есть капельки и мазь, которые содержат декспантенол, как с противожогом, таким эффектом. Чтобы узнать, насколько велика вероятность стать жертвой солнечных лучей, можно обратиться к интернету и узнать информацию о текущем ультрафиолетовом индексе. В среднем по России он измеряется по шкале от 1 до 10, где 10 – наиболее опасная для человека степень излучения. При правильном поведении на солнце и надежной защите вашей кожи и глаз, солнечные ожоги никогда не станут помехой отличному пляжному отдыху или прогулке в парке. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. В рамках рабочего визита в Исламскую республику Иран ректор Казанского федерального университета посетил фонд иранистики в Тегеране, где состоялась встреча с президентом государственной организации Мохаммадом Раджаби Давани. В ходе беседы были затронуты вопросы разработки и реализации совместных образовательных программ, научных исследований и подготовки педагогических и научных кадров. По итогам обсуждения ректор КФУ и президент фонда иранистики подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание основы для взаимного академического сотрудничества и укрепления контакта в области науки и образования. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин